Мир вам, дорогие братья и сестры. Рад быть у вас на служении. Кажется, что так точно, как дома, еще когда услышал слова песни «Бачу Бога кожен день». Слова какие-то такие родные. И мне кажется, что вообще нас на служении как-то радостно, тем более есть лица, которые знакомы мне, может быть знакомы, может видели где-то даже не так прямо, может быть в других служениях. Мы приехали с женой из Украины, с Ужгорода. Меня зовут Михаил Газда. Рад быть у вас на служении. Рад с вами делиться Словом Божьим. Только как написано, мы сегодня читали у Петра 2-го послания, написано, что хотя вы это знаете и утверждено в настоящей истине, все равно мы будем напоминать то, о чем мы знаем, о чем мы рассуждаем, и что мы всегда-всегда читаем, и что мы всегда учимся. Когда мы шли сюда, к вам в Америку, то все рассказывают, что вот такая там демократия, там так свободно у вас, у вас самая большая свобода в мире. Когда мы пришли сюда, оказывается, не все так. Говорят, какие-то законы приняли, там какого-то пастора судят, потому что он публично высказался против этих законов. Думаешь, интересно, у нас пасторя говорят на публике, ничего не говорят им. Ездим мы на машине, смотришь, на красный никто не проезжает, у нас свобода, у нас спокойно проезжаешь, ничего, там позвонили, решили. У вас все наоборот, получается, что у вас меньше свобода, чем у нас. И в многих таких вопросах кажется, что все наоборот. Почему я это говорю? Иногда так христиане воспринимают, что вот у нас служение Духа, у нас свобода, и мы можем делать, что нам кажется, правильно, хорошо. Как мы понимаем, оказывается, что свобода – это что-то не так. И люди Божьи как-то иначе воспринимали свободу, которую Бог даровал людям. Еще один такой вопрос. Есть вопросы, которые люди все и все знают о них. Например, если задать вопрос кому-то из близких, как ты думаешь, какие планы в Руси о США? Говорят, хорошо, я тебе расскажу. И начинают полчаса рассказывать, что там, кто что думает, как там президенты секретные разговаривают, даже секретные разговоры знают, говорят, что они говорят между собой, даже мысли, какие у них есть. Интересно, думаешь, откуда это все у тебя, какая информация? Ты имеешь доступ к этих секретных разговоров? Да нет, ну это все знают. Их секреты все знают, это общеизвестная информация. Иногда так само служение. Нам кажется, что вот то, что происходит иногда, но это все понятно, здесь даже нечего там говорить, это все понятно, зачем это еще как-то исследовать? Вот это аксиома. Я бы хотел вместе с вами поделиться словами. Это никак не связано с тем, что происходило недавно, служения разные были. Это никак с тем не связано. Это планировали, если будет возможность, поделиться с вами вместе, чтобы прослужить о Слове Божьем, об исполнении Духом Святым, о действиях Духа Святого, о законах, правилах и уставах, которые должны учитываться при исполнении Святым Духом. О тех правилах, которые мы должны знать, каждый член Церкви должен знать, о дарованиях, как это происходит, и что Господь требует от каждого из нас, когда мы слышим некие действия, видим или слышим в некоторых действиях. И Господь хочет, чтобы мы знали эти правила, иначе мы можем быть, как те другие люди, которые все знают, все рассказывают, но они никогда ничего не исследовали, ни в чем не копались. Поэтому вместе с вами я бы хотел по этому рассуждать. Наперед, прошу прощения, может быть, я не знаю ваше мнение об этом вопросе, я учусь, исследую, поэтому если что-то будет, может не так, как мы понимаем, прошу извинения, прошу прощения, потому что все мы исследуем. Человек должен переходить из вера в веру, исследовать, учиться и доходить до познания, полного познания Иисуса Христа. Исполнение Святым Духом, что это такое? Иногда, когда этот вопрос задаешь людям, говорят, ну это, ну прийди на служение, ты увидишь. Ну да, ну что это такое? Уписано ли это в Писании? Есть ли какие-то признаки, что мы видим, что человек исполнен Святого Духа? Или может он притворяется, или может он что-то там придумал себе и даже сам в это поверил? Даже такое бывает? Вот когда мы над этим вопросом рассуждаем, я бы хотел зачитать несколько мест Писания, чтобы не быть голословным, как Писание описывает, что такое исполнение Святым Духом. У вас церковь исполнится Святым Духом? Правда? Это наше, это то, что нам свойственно, и мы хотим все больше и больше быть исполненным Святым Духом. Или наполнение Святым Духом. Или написано, Дух Святой, если зашел на него, и он там начал какие-то действия. Это у нас свойственно, это часто бывает, и интересно, как об этом Писание описывает. Здесь зачитываю несколько мест Священного Писания. Самое известное место Священного Писания, вторая глава Деяния, четвертый стих, мы все знаем это место Писания. Написано, Дух Святой сошел, когда все ученики были вместе, молились, и исполнили все Духа Святого, и какие действия там были? И начали они говорить незнакомыми языками. Деяние 2.4. Деяние 4.3. Апостолу преследуют, они выходят от старейшин, те приказывают им не говорить о Слове Божьем. И написано 4.31. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого. И что случилось? И говорили Слово Божие с дерзновением. То есть цель была исполнение Святого Духа, Всевышний нас исполняет Святым Духом для какой-то цели. Вот у них было Всевышний исполняют их Духом Святым, потому что их притесняли, им не давали говорить о Слове Божьем, им запретили говорить о Слове Божьем, потому что они исцелили человека, им запретили говорить «Убий Иисус», и Всевышний Бог исполняет Do사 Духом Святым для чего? Для того, чтобы они могли с дерзновением говорить Слово Божие, чтобы они не боялись тех угроз, которые им высказали старейшины. Если взять другие моменты, когда люди исполняли Духом Святым, есть написано в Луке 1 главе, есть написано там о рождении Иисуса, и зачитывая слово 41 стишечка. «Куда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елизавета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала». Там она начала произносить благословение и практически, можно сказать, даже против какие-то высказывания об Иисусе Христе. Еще исполнение Святым Духом Захарии. «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и прочествовал, говоря». Мы встречали исполнение Святым Духом, когда люди исполняются Святым Духом, и прочество идет. Мы встречали эти действия в наших служениях. Интересно, это даже было в древние времена, если мы читаем, там тоже говорится об исполнении Святым Духом. В многих местах Священного Писания, некоторые только прочту, здесь написано, что Всевышний Бог одного человека исполнил Святым Духом для некой работы. Исход 31 глава, говорится о человеке, которого Бог поставил для работы, и он говорит, «И я исполнил его Духом Божьим, мудростью и разумением, ведением и всяким искусством». Для того, чтобы работать и золото, и серебра, и меди, и там дальше он пересчитывает, какие работы должен делать. То есть Бог исполняет человека Духом Святым для какого-то конкретного, ясного какого-то дела, чтобы человек что-то мог делать. Много можно еще привести к примеру, два еще примера приведу. Судей, книга Судей, 6 глава, 34 стих. «И Дух Господень объял Гедеона, и он воступил трубою, и созвано было племя Авиазерово идти за ним». Есть еще другие места. О Самсоне есть много, когда Дух Господень сошел на него, и он растерзал два, написано как козленка. «Когда нас наполнял Дух Святой». Мы знаем, для чего нас наполнял Дух Святой, какая цель была у Бога, чтобы нас исполнили Святым Духом. Когда мы все места прочитаем, их очень много, если дать поиск, то их очень много в священном Писании, и всегда была какая-то конкретная цель исполнения Святым Духом. Какое-то задание было, для чего люди исполнялись Святым Духом. Так просто не бывает, без цели у Бога ничего не бывает. Когда мы исполнялись Святым Духом? Для какой цели Всевышний Бог нас исполнял Духом Своим? Я хотел бы об этом порассуждать. И вопросы, проблемы, какие могут выникнуть, если мы не исследуем эти вопросы, если мы не изучаем законы, по каких Бог действует Духом Святым. Иногда есть действия, похожие на действия Духа Святого. Они очень схожи, очень купируют действия Святого Духа. И дьявол практически старается всегда скупировать то, что делает Бог. Только похожие копии делает. Многие люди, не зная Священного Писания, они обольщаются, и написано в Откровении, даже что многих обольстит, даже в другом месте написано избранных обольстит, людей, которые не знают Священного Писания, не знают законов Божьих, как это действует. И они под этим обольщением даже примут начертания зверя, будут поклоняться зверю, потому что он знамением чудесами может обольстить людей верующих. Это будут не люди, какие-то там статуи этого мира, это люди с наших служений, которые не утверждены в Священном Писании. Интересно, что Иисус Христос, придя на землю, очень конкретно насчет этого вопроса говорит. Всем нам известна седьмая голова Матфея, это Нагорная проповедь, самый-самый конец Нагорной проповеди. Иисус Христос говорит интересное учение о лжепророках. Вы встречали лжепророка где-то у наших собраний, а где-то у субботников, так сказать? Рад говорит, встречали. А вы встречали лжепророка, который говорил ложь именем Бога? Интересно. Это написано, что последний них будет много. Это еще было во время апостолов, уже встречались выходцы с общин, они тоже становились лжепророками. В древнем Израиле, если помните, там было очень много лжепророков, было сказано там 400 или 450, да, пророков, которые ложно противствовали. И очень много было пророков, когда Михаил был, Ахау, попомните, там тоже много пророков о ложь говорили царю Ахауу. А в нас есть пророки, есть сосуды, есть видения, есть откровения. Интересно. Чтобы нам тоже не подпасть к каким-то проблемным ситуациям, чтобы мы не поверили в то, что не от Бога, мы должны знать повеление Бога прямое и конкретное, которое нельзя вступить ни направо, ни налево. Иисус Христос говорит в 7 главе такие слова. Я читал несколько мест, несколько стишков. «Берегитесь лжепророков». Интересно, это повеление, да? Если мы чего-то бережемся, например, если мы знаем, что на улице там у нас есть маньяк, мы туда не выходим, то есть мы обходим это место по кругу, нам надо как-то это уберечься. И вот Иисус Христос говорит, «Берегите лжепророков, которые входят к вам к вечной одежде, а внутри судьболки хищные». Надо его увидеть, а когда мы его увидим, тогда нам надо действия его знать, какие, и то, что он говорит, просто обходить, не принимать. Одно ухо зашло, другое вышло. То есть нам надо осторожно быть с теми людьми. И он говорит, как мы можем узнать лжепророка? По его пророчеству, да? Или по его движениям? Или по тому, как он ходит на сцене? Как нам узнали лжепророка? Иисус Христос нам говорит следующий стих. «По плодам их узнаете их». И приводит пример. Нельзя собирать хорошее дерево, не может плоды худые приносить, и наоборот не может быть. Дерево худое, но плоды очень хорошие на нем. Такого не бывает. Иисус Христос куда-то говорит, и снова 20 стих, он снова говорит, «И так по плодам их узнаете их». Интересно, продолжает. Говорит, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, будут такие люди, которые будут говорить, мы твоим именем что делали? Бесов изгоняли». Представьте себе, Человек беснуется, он пришел, именем Иисуса Христа приказали, бес вышли с него. Человек Божий, да? Не может, написано, не может человек, с которым нету Бога, делать такие чудеса, такие дела, написано. Многие так скажут Иисусу, вот мы твоим именем бесов изгоняли. Другие скажут, мы чудеса творили. Мы свидетели, может быть, этих чудес. И другие там есть признаки, которые они делали, вроде бы как служителя Божий. Но Иисус Христос снова говорит, как нам распознать их. Помните эти стишки? Как распознать этих людей, которые бесов изгоняют, чудеса творят, но Иисус Христос скажет, они не Мои. Как узнать их? Давайте прочитать этот стишок. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие. Люди, которые противятся закону Божьему, уставам Божьим, в том числе и тем уставам, которые, тем законам, которые относительно дарования разных есть, написаны в Писании. Мы читаем, Паспал говорит, это заповеди Господни. Люди, которые этому противятся. Иисус Христос говорит, что вы это делали, это факт, да, мы свидетели, но я вас не знал тогда, куда вы это делали. И Иисус продолжает интересные слова. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисии, исполняет их, уподоблю мужу благоразумному». Конечно, это относится к всей Нагорной проповеди, но особенно к тем последним словам, которые он говорит. Если между нами мужья неблагоразумные, мы ими можем оказаться, если мы не будем по повелению Иисуса Христа смотреть на те дела, которые творятся в церкви, в церквях по кругу, и не исследовать для себя. Написано, продолжает Иисус, «А всякий, кто слушает слова Моисии и не исполняет их, уподобится мужу безразумному, который построил дом свой на песке». Интересно, мы можем быть в служениях, мы можем иногда в других служениях быть, и мы можем подобиться мужам безразумным. Не хотелось бы нам, правда, быть безразумным, хотелось бы быть мудрым, чтобы мы всегда были мудрыми. Интересно, те же самые слова, которые Иисус здесь повторил, есть точно написаны в Турозаконе, Бог в Законе тоже описал, как нам распознавать сосудов, пророков или те действия, которые будут проводить люди, действия вроде бы Божьих, которые Бог заповедал, что их надо проводить, они должны быть в церкви. В 13 главе Турозаконе описаны некие действия людей, которые могут делать чудеса. «Если восстанет среди тебя пророк» 1 стих, 13 глава, «или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором Он говорил тебе». Представьте себе, если здесь выйдет человек, он говорит, что он муж Божий, и скажет, завтра в 3 часа после обеда цунами выйдет, на океане задираются большие волны, они покроют землю, и до 6 часов все сметут с нашей земли. Кто хочет, спасайтесь. Мы встаем завтра утром, кто-то поверил, кто-то не поверил, кто-то уехал в горы, смотрим, в 3 часа действительно волна поднимается, и это все сметает. Как вы думаете, пророк Божий? Вроде пророк Божий, да, сбылось то, что Он сказал. Но Бог говорит, если даже это сбылось, знамение или чудо, то есть то, что Он предсказал, или это землетрясение, или то, может быть, какое-то в нашей жизни, Он может предсказать какое-то в нашей жизни действие, которого никто не мог знать наперед, и мы сами не могли знать об этом наперед. Он это предсказал, и это сбудется, но при том скажет, вот видите, я человек Божий, зачем вам пищу чистую? Бог это очистил. Я это вам говорил еще, когда я был с вами, но вы мне не верили, но сейчас поверьте, вы видите это знамение, я предсказал наперед, это Бог не открыл, это не я сам придумал себе, кто может знать, когда будет это? Интересный есть момент, апостол Павел говорит, если ангел с неба придет, но ангела нельзя перепутать с человеком, он светлый, его сразу мы узнаем, что это ангел, и будет говорить вам не то, что мы вам говорили, что надо ему сказать этому ангелу, анафема, то есть мы его не должны принимать, даже если ангел стал бы с неба, говорил не то, что нам апостолы говорили, его нельзя принять, но это не человек, это не так просто, не так просто устоять, но еще перед человеком, да, там подумал, там поговорил с кем-то, кто-то что-то сказал, но здесь явно, я вижу своими глазами ангела, это как бы апостол Павел специально такой пример переводит, что выше всего, что говорят люди, есть что-то выше всего, и если мы этого не знаем, мы очень легко можем податься и пойти вслед иных богов, или вслед того, что нам Бог не заповедал, интересно, еще написано, еще один момент, если описан в Турозаконе в 18 главе, мы все это знаем, это эти стихи, Бог говорит, что в этих народах есть шептуны, гадатели, колдуны, обаятели, вызывающие мертвых, говорит Господь, и Бог говорит, что вот это есть у других народов, но у вас тоже есть, но не такое, и вы это не должны перепутывать, эти два момента. Куда это все перечислить, какие у других народов есть эти действия, Он говорит, сказал Господь, «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повели ему». И потом грозное повеление, «А кто не послушает слова моих, которые пророк тут будет говорить моим именем, с того я взыщу». Точка запятой стоит. «Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повалил ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти». И вопрос, «Если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил?» Это вопрос часто у нас возникает, да? Ну как узнать? Ну вроде бы человек Божий трудится, вроде бы какие-то проявления есть, вроде бы дарование, незнакомый язык и просьбство, но как узнать, Господь или нет говорил? «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется, не исполнится, то не Господь говорил слово сие, но говорил сие пророк, под дерзостью своей, принимайте его, не бойтесь его». Интересно, Господь дает нам повелительную заповедь, не бояться того пророка. Иногда очень тяжело не бояться сосуда, да? Это очень тяжело, это как бы дерзость может быть проявиться, и мы боимся, чтобы там не похудеть Духа Святого, и мы боимся, что-то сделать, и мы, а пускай говорит, ну один раз, ну два раза, ну пускай скажет. Иногда служители, которые стоят в ответственности за это дело, иногда как-то не бодрствуют, а народ это тяжело, действительно тяжело распознать. И приходит, мы допускаем иногда служителей, которые, может быть, даже не от Бога, и мы допускаем их до служения. Я не говорю, что у нас так есть, я говорю, что это не связано с какими-то служениями, просто у меня это было на сердце до того, как я сюда шел и уже решил с вами поделиться, думал, что поменять тему с проповеди, а мне потом говорят, раз решил, так решил, так поэтому и получается, что сейчас рассуждаем насчет этой темы. Поэтому я бы хотел затронуть такие вопросы, как моление неязыкомыми языками и, может быть, пророчество введения, немножко затронуть об этих вопросах, которые, самые большие у нас используются в таких моментах в церквях. Есть иногда там истолкование языков, есть меньше, реже, есть там иногда чудотворения какие-то, но тоже реже, то есть это редко бывает. Эти самые такие распространенные моменты проявления действия Святого Духа, незнакомый язык, пророчество, введение, откровение, это нам свойственно, часто бывает у нас в церквях. Незнакомый язык. Интересное такое изречение. Инные языки, незнакомые языки, ангельские языки. Я всегда искал, где в Ветхом Завете написано о незнакомом языке. Искал я долго, искал, никто не мог мне помочь. Один брат, старец, потом подсказал место Святого Завета. Может, помните, где на незнакомом языке Бог говорил? Лепещи, чем устами, это написано в Исаии. Но где, где-то есть речь незнакомыми языками в Ветхом Завете. Долго искал, не может быть, чтобы Бог не открыл рабам своим пророкам, что будет скоро, он делать. Такого не может быть. Это сам Бог говорит в Писании. Один брат, старец говорит, я тебе прочитаю. Открывает книгу Даниэла, последние стихи, пройдет 4 главы, или какой там. Мене, Мене, Текел у Парсин. Он говорит, вот тебе и незнакомый язык. Его не могли никто понять. Там были мудрецы, обаятели, гадатели, там были очень умные, разумные люди, которые знали, может быть, даже все языки этого мира. Но никто не мог это узнать, кисть руки написала. Он говорит, вот муж Божий изъяснил, потому что на нем был Дух Божий, он изъяснил этот незнакомый язык, который никому не знаком был, никакому мудрому человеку. Действительно, тогда мне легче стало, что в Ветхом Завете есть утверждение, что есть такой незнакомый язык, и он может быть истолкован. Иногда есть перепрутывание, в коих церквях есть такое, что наставление перепрутывает с истолкованием. Бывает такое. Но вот незнакомый язык, это какая-то речь, которую люди провозглашают, тоже имеет цель и смысл. Какую? Не так просто, чтобы так просто говорить. И с какой-то целью дается человек и имеет какой-то смысл. Если мы читаем в незнакомом языке, то самое большее это написано в посланиях апостола Павла. И там интересно, хочу подметить, там есть такие скобки, или квадратные, или какие бывают. Иногда есть много слов, поставленных для правильности понимания перевода, и автор сам вставляет эти слова. Это написано в Библиях, обычно это спереди всегда описывается, что эти слова не были в оригинале, они вставлены специально, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Их нет в тексте оригинале. И в Коринфе нам в 14 главе много таких скобочек. Но это ничего не меняет, никакого смысла не меняет. Апостол Павел говорит, что есть такой незнакомый язык, и я несколько просто мыслей оттуда скажу, о чем он там говорит. Как вы думаете, есть какие-то уровни или дар сильнее или превосходнее один дар от другого? Есть такое понятие в Писании? Один дар превосходнее другого дара. Есть, братья, это написано прямо в Писании. И есть превосходнее, есть как бы начальные такие стадии, когда мы родились, и нам они даны, потом возрастание, и мы возрастание немножко выше, и мы должны достигать этих даров. Написано, ревнуйте о дарах духовных. То есть это надо возрастать в этом. Это написано в послании Куринфианова, написано в 14 главе. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. И дальше он интересный будет говорить слова. Он говорит здесь, что есть несовершеннолетние, так есть младенцы, а есть какие-то совершеннолетние в церкви, люди, которые возросли в вере. И он говорит, было такое законе написано, это не законе, это пророк Исаии написано, иными устами, иными языками будут говорить народу сему, но и тогда не послужит меня, говорит Господь. Итак, языки суть знамения не для верующих, а для неверующих. Прочество же не для неверующих, а для верующих. Это место священного писания, я долгое время не мог понять, ну как это языки, это знамения для неверующих, вроде оно для меня знамение, походит, что я неверующий человек, пока оно для меня знамение. Задаю этот вопрос служителям, но как-то что-то объясняют, но до конца как-то в сердце не вкладывается, но как это может быть? Языки это знамения для неверующих. У вас есть языки? У них есть знамения того, что Дух Святой есть у вас. А если бы так так самый вопрос задавал, тогда я неверующий по этому месту выходит. Еще раз зачитаю. Итак, языки суть знамения не для верующих, а для неверующих. Порочество уже не для неверующих, а для верующих. Это место всегда долго не мог понять и рассуждал о нем. И потом, интересно, такая мысль пришла, не знаю. Не буду говорить от Бога, потому что мыслей много человека, и сказать от Бога или не от Бога человек может это так просто по своему произволу сказать. Рассуждаю в этих местах священных писаний. Здесь говорится вот представьте себе, он говорит, что не будьте младенцем. У нас когда мы младенцем, тогда там крик, шум бывает, то есть как-то непорядочность такая. Он говорит, не будьте младенцем по уму, будьте совершеннолетним по уму. На злое, да, на злое младенцем надо быть. И говорит, если вся церковь сойдется, и все будут говорить незнакомыми языками. Зайдет кто-то неверующий или не знающий, со стороны зайдет, он посмотрит и что скажет? Это что-то не так. Вроде что-то беснуется. Там прямо так написано. Потому что люди находятся на младенческом уровне. Для них только знамением того, что присутствие Духа Святого только язык, если они не возрастают дальше. Говорит, но если все, я подчеркиваю эти слова, но если, зачитаю, но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или не знающий, то он всеми, я это подчеркиваю, он всеми обличается, всеми судится. Представьте, если заходит неверующий человек, а мы уже возросли, нам уже доказательством того, что Дух Святой живет в нас. Нам не надо, чтобы язык какой-то был. То есть он есть у нас, да, мы им пользуемся, но мы уже имеем отношение с Богом, у нас есть противство, у нас есть наставление, Бог нас учит, наставляет утром, вечером. Мы идем на работу, Бог с нами, то есть мы с Богом разговариваем, мы с Ним имеем соединение какое-то, нам уже не надо какое-то знамение, чтобы было, есть ли у меня Дух Святой или нет. Мы чувствуем, мы с Богом близко, мы уже возросли. Заходит какой-то неверующий, вот, а мы все такие, вот такие взросли уже, выросли уже в этих дарованиях, и он заходит, встал здесь, он что-то там говорит про наставление, на задание, увещевание, а его тайное сердце обнаружится. Он пошел туда, может здесь, этот человек меня знает, пошел туда, там всеми обличается, судится, пошел назад, и там всеми обличается, судится. И что он скажет? Пойдет в ниц, и скажет истинно, с вами Бог. Потому что мы все возросли, мы возрастаем в этих дарованиях. Еще одна мысль о незнакомых языках, интересно, написана здесь, в начале главы. И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных, то но как распознать то, что играют на свиреле или на гуслях? Вопрос, свирель или гусли? Они нужны нам? Да, вот мы поем, под них, то есть это очень хорошо. Но стоит там мальчику или кому-то там покрутить немножко эти струны, нам с этого никакой пользы нет. Хороший инструмент, но когда он расстроен, нам с него никакой пользы нет. Вопрос, Павел говорит, там у трубе говорит то же самое, так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнать, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер? Язык данный человеку для создания, для укрепления он на ветер не может быть говорить, потому что он укрепляет нас, создает человека, то есть когда мы говорим незнакомым языком, мы создаем себя. Апостол говорит, но если это расстроится, что-то в человеке, то эти слова невразумительные, стоит слово невразумительное, то есть не иные слова, не незнакомые, какие-то непонятные, невразумительные. А говорит, может быть, что даже на ветер это будет. Припоминается пример, один старец рассказывал, что человек, который был в церкви, он был очень ревностный, у него были дарования, он даже протестов имел, потом он как-то сошел с правильной дороги и начал выпивать, стал, честно говоря, стал пьяницей, не выпивать, стал настоящим пьяницей, валялся. Но говорит, когда я с ним начинаю говорить, нахожусь там его на улице, говорю с ним, он мне может спокойно молиться на незнакомом языке. Как вы думаете, неужели Бог может исполнить его Духа Святого для того, чтобы он вызвал к нему, когда он пьяный лежит, после того, что он все попрал и поругал? То есть такого не может быть, потому что Дух Божий не будет поруганий. Но это уже такая стадия, что мы это ясно видим. Но когда у нас что-то не так в семье, на работе, в церкви, и мы тихонько угасаем, 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 есть тот предел, когда же нам нужно знамение, есть ли со мной Бог, есть ли у меня Дух Святой, протеста нет, молитвы какой-то нет, судения с Богом нет, о, я говорю незнакомым языком, как хорошо, есть у меня Дух Святой. Проходит время, уже духовно упал человек, уже вообще на собрание не тянет, уже и молитвы нет, и писание, так куда там читать писание, это уже там как-то не хочется, я все знаю. Я говорю, о, есть у меня Дух Святой, незнакомый язык. Апостол говорит, если расстроится этот инструмент, есть служения, которые, даже это в служениях заметно, незнакомый язык, это слово язык, это как бы слова какие-то, да, речь какая-то, или что-то, может быть, нам непонятно, но это какие-то звуки речи. Иногда, если исследовать служения разные, особенно там, где харизматическое направление очень много, иногда слышишь не речь, не язык, а какой-то вопль, крик, я смотрел, даже есть такие, ну, очень, очень сильные уклонения, там даже есть смех, то есть люди просто смеются, есть там такие какие-то там воют, как волки, есть еще другие, но это уже такие сильные, сильные упадки, что там, ну, это уже понятно, ясно, что там уже, ну, что-то не то. Вот, а есть иногда в наших служениях, не в суждениях, говорю, то есть мы стараемся расти, и каждый из нас по мере возраста должен служить Господу. Бывает иногда вот такое даже, иногда слышишь, когда много людей, слышишь вот там, что такое похожее, то есть не для него, вот для себя человек должен сделать вывод, а как я стою? Может быть, я утешаюсь, что я говорю незнакомым языком, это знамение для меня, уже ничего другого знамения нет, только язык остался в последнее, на что я еще держусь, потому что еще могу говорить им, а может быть, это я просто по памяти, или по опыту, или практика так научила меня, что я этому могу говорить. Если даже посмотреть молитву свою, то человек, человека можно узнать по его молитве, может его не видеть, даже если бы голос исказить, вот ты же знаешь, эти слова, а это тот брат так молится. Как бы память наша запоминает, и можно, может, человек воспроизводить, даже если вот очень усталый человек приходит домой, он может механически воспроизвести молитву, те слова, которые обычно он произносит. Так и мы можем как-то понадеяться на эти, на знамения, которые Бог дал нам в знамении, оно расстроилось, мы это не заметили, и тихонько-тихонько падаем, все ниже и ниже. Время очень быстро бежит. Есть еще интересные правила, которые относятся к видениям, откровениям. Я очень так кратко только расскажу эту иерархию, которую я видел в Священном Писании, как относиться к пророчествам, к видениям, не для другого. Я всегда говорю, это надо мне, чтобы я знал, чтобы я так не поступал, не чтобы другого учить, потому что каждый человек должен сам себя учить этому. И есть моменты, которые Бог описывает в Писании, очень кратко пройду, такие моменты, как, я бы так сказал, иерархия духовных даруваний. Ведь написано, пророчествующий превосходнее кого? Того, кто говорит не знакомым языком. То есть это хорошо, это надо, без этого нельзя. Но есть превосходнее, то есть какая-то иерархия. Даже апостол Павел говорит, я хочу, чтобы вы, братья, знали, что глава Христу Бог, Христос Церкви глава, муж жене глава, я хочу, чтобы вы знали, что есть такая иерархия. И вот в духовных проявлениях или духовных даруваниях для человечества тоже есть такая небольшая иерархия. Приведу ее в пример. Самое большое откровение Всевышнего Бога, где нет никакой даже, нам не должен даже сомневаться, что там что-то там, точка не там стоит, или как-то не так написано, или не на таком языке, это 10 заповедей. Всевышний Бог дал услышать, сколько миллионов людей было там, ну 600 тысяч, точно написано, мужей сильных, готовых к войне, так около, может, около трех миллионов было людей там, слышали голос Божий, но Бог не только тем установился, что дал услышать голос, 10 заповедей, Он дает, что дает? Своим перстом пишет, дает свои скрижали, дает Моисею. Моисея их разбивает, казалось бы, ну Боже, я же видел, я перепишу, мог Моисей сказать. Но Бог говорит, нет, ты вытяжешь скрижали, буду писать снова я. И точно так же, с этими всема, если кто-то еврейский, еврейский, конечно, знаете, там есть точки разные, там Всевышний Бог снова сам лично пишет, чтобы у кого-то не возникло мысли, что может там точка не там стоит, и оно может идти на какое-то другое, иметь значение. Он сам лично пишет два раза. Это хранят, как у Ковчега, хранят сына Израилевы. И в откровении написано, явится храм Божий на небе, и там Ковчег завета. То есть это свидетельство, самое высшее откровение, против которого никто не может восстать. Кто восстает против этих заповедей, это очень надо осторожно к нему человеку относиться, потому что сам Всевышний два раза своим перстом это написал. Потом Бог открывает людям, Моисей открывает интересный момент о построении святилища. Он ему рассказывает, он ему диктует, он все записывает, но говорит, смотри, точно так сделай, как я тебе продиктовал, нет, как ты увидел. То есть иногда говорят, что лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Я там об Америке слышал много, но когда я здесь посмотрел, увидел, ну вроде природа очень хорошая, как у нас, очень рады. Есть нюансы, есть самые разные моменты, но когда ты увидишь, ты можешь рассказывать потом часами, днями, можешь рассказывать, что ты увидел один миг. И вот Бог Моисею диктует, и он показывает ему, говорит, смотри, точно так сделай. Потом есть моменты, когда Бог только человеку диктует. Помните, третья книга Ездра, описано, что там Ездру Бог наполил Духом Святым, и он диктовал тем писцам, которые очень быстро писали. Там много книг было написано, не помню сколько. Там вроде 200 книг, не помню, было написано. Бывает иногда, Бог только даст слышать голос человеку, он ему не диктует, он с ним поговорит, и потом человек это возвращает к народу. Иногда это реже бывает, когда Бог говорит, и человек как громкоговоритель передает. То есть он услышал, передал слово, услышал, передал. Так как через него Бог использует его, как громкоговоритель, передает речь. Это меньше бывает в наших служениях. Я просто так кратко приведу эти моменты, но интересные очень исследования эти моменты. Есть моменты, когда человек не слышит Слово Божие, он не слышит голос Божий, но он противствует. Вы встречали таких людей? Он не слышит голос Божий, он не видит ничего, но он противствует. Да, это есть на странице Сочаренного Писания. И это тоже один из уровней возвещания воли Божьей к людям. Бог использовал это. Например, Давид. Помните, Давид много написал в псалмах пророческих, об Иисусе даже написал. Но там одна малейшая такая изюминка, я сейчас его скажу, и есть еще в Новом Завете пророчество Захарии, первая глава, или вторая глава Луки, первая глава Луки, пророчество Захарии, которое он пророчество произнес там в Иоанне, об Иисусе. Помните, Захария, муж Елизаветы? Но там нигде не стоит, где вот таким способом происходило действие посредством напольнения сосуда Духом Божьим нигде нету написано «Так говорит Господь». Заметили в этом? Псалмы протиски, там много разных псалмов, или высказывания каких-то, там есть мудрых людей, очень хорошее высказывание, или говорю, Захария здесь протиски проносит об Иисусе Христе некоторые высказывания, но нету слов «Так говорит Господь», потому что он не слышал Слово Божие, Дух его напольнил, и он от напольнения Духа льется к народу. Слово Божие, протиск, которое предвозвращает будущее. Буду заканчивать тему эту. Очень интересно о видениях, какие бывают видения. Если исследовать Священное Писание, видения бывают, которые люди видят, но люди видят не то, что Бог хочет. Такое бывает. Иногда, если мы пойдем куда-то, то потом придем и вспоминаем, что мы там видели. Один рассказывает одно, другое, другое, говорит, этого там не было, как я это там видел? Как не было, говорит, мы точно там были. И вот иногда человек, Сосуд смотрит, и Бог спрашивает, что ты видишь? Еремея, что ты видишь? Он что говорит? Вижу, котелок, огонь, подуваемый ветер севера. Бог говорит, что? Хорошо видишь? Правильно видишь? Иногда пророк может видеть, или Сосуд может видеть неправильно. Есть такие высказывания, видите пустое, или видите ложь, ложные видения. Такое бывает, иногда Сосуд даже не знает, что он ложный видит, или он пустое видит. Есть еще такой момент предугадывания языки, или вроде 13 глава последний стих. Бог говорит, не будете больше предугадывать. Можно наперед своим таким, куда человек очень развит, куда он хорошо работает голова, куда он информацию много имеет, то он иногда может перепутывать то, что Бог к нему говорит. Говорит, вот Бог мне положил на сердце, вот Бог мне эту мысль положил на сердце. Братья, я зачитаю в псалом, Бог мне положил на сердце, ему постоянно Бог что-то ложит на сердце, сердце, думаешь, почему мне Бог ничего не ложит на сердце, но ему все ложит, а мне хотя бы что-то положил на сердце. Встречали таких людей, да? Иногда человек этим запутывается, и в конце концов уже не знает, Бог ли это ложил или не Бог, и он сам себе верит тому, что говорит, и он этому уверен, и он говорит, от имени Бога». Эти ситуации очень интересны, и вообще интересно, когда мы рассуждаем с сосудами, и когда мы не задаём вопросы. Есть сосуды, которые без вопроса у тебя отвечают, как это всё происходит, как они слышат, видят. А есть сосуды, которые даже не хотят говорить. Говорят, почему ты спрашиваешь? Ты не веришь? Ты мне подозреваешь? Да нет, я хочу себе знать, как это происходит, чтобы не подпасть в осуждение, чтобы никуда не уклониться в какую-то сторону. Поэтому желание моего сердца, чтобы мы исследовали те все деяния, которые происходят в наших церквях. Это повеление от Бога или от Иисуса Христа. Апостол Иоанн говорит, братья мои возлюбленные, всем людям, которые придут в церковь, верьте, что они говорят именем Бога, да? Не всякому духу верьте, но нам повеление испытывать, это не брату только служителю, испытывайте духов от Бога или они. Потому что много есть лжепророк и много ложных учений, ложных предсказаний, его не сбывается, а вы должны испытывать. Это не к пресвитеру, это каждому из нас. Иисус Христос говорит эти слова в 7 главе Матфея, Он говорит, много лжепророков будет, а кто должен узнавать, кто они такие, праведные или нет? Пресвитер. Кому он обращался там? На горной проповедь люди сидят, там пресвитеров еще не было. Апостолы были, да, но там была уйма, масса народа. Один раз один пресвитер приходит и говорит, да ты что, это нельзя говорить народу, такие слова в видениях, в противствах, они разочаруются, ничему не будут верить, упадок придет служение, это надо умолчать, да ты что, но там где-то, если что-то было, там это мы покроем, это тихонько, это успокоим народ, все нормально. Иисус не так говорит. Говорит, к народу, там тысячи людей сидели, братья говорит, или там говорит, смотрите, не всякому, и много же пророков будет, а вы должны их испытывать, должны проверять, и будут такие, что чудеса знамения творить, а вы, вот здесь мы все сидящиеся, сидящие здесь, должны узнавать по закону Божьему, по тому, какие плоды будут после того, как они ушли от нас, это очень важный анализ. Вот через полгода мне интересно бы прийти к вам в церковь и знать, какие плоды всех действий, которые происходят, там вот такие разные бывают действия, может быть иногда понятные, но осуждать нельзя, потому что, когда мы не видим плодов, мы не можем осуждать. Надо плоды увидеть всего, всех этих действий, которые происходят. Поэтому говорю, да благословит нас Бог в том, чтобы мы и принимали, и не отвергали, но при том осторожно, чтобы мы были, чтобы мы и анафемы не произнесли хулы на Духу Святого, и чтобы не было, чтобы мы принимаем то, что не от Бога. Наконец, проповеду, зачитаю слова апостола Павла, два стишка, 14 главы 1 Коринфянам. Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас от них достигло? Если кто почитает себя пророком или пресвитером, тот да разумеет, что я пишу вам. Так написано? Нет, не так написано. Если кто почитает себя пророком или духовным. Есть среди нас духовные люди? Есть духовные? Сестры, есть духовные среди вас? Сестры духовные? Мы говорим, что мы же не плюцкие, правда? Ну как это? Ну я, ну, может быть, там слабенький такой, но все равно духовный, да? Еще раз зачитаю. Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам. Ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет? Пусть не разумеет. Только все должно быть благоперестойно и чинно. Аминь. Будем молиться с помощью Божьей. Помолимся и прославим Бога. Спасибо. Спасибо. Спасибо.